приветствую вас мы кибер воины кибер друзья блин чем не нравится прямые эфиры и ютубы что тут такую конструкцию необходимо соорудить чтобы записать видео но это классно развивать знаете творчество приветствую благодарю вас всех что сегодня собрались или кто записи смотрит любом случае благодарю вас вот сегодня хочу такую тему просветить сегодня действительно хочу коротко и ясненько как получится в общем про энергию благочестия мне очень много ну как очень много на человек 15 точно уже последнее время задавать что такое энергия благочестия что вообще это такое там может просто где-то прочитал это и также репостишь но репостишь это про себя говоришь ну услышал я ты рассказал то есть бездумно не так что из себя выдаешь я сказал хорошо я запишу видео чтобы вы понимали что я подразумеваю под энергии благочестия вот и я это делаю я это записываю в общем энергия благочестия на очень такая сильная энергия на самом деле вообще поговорим про нее чтобы у вас было понимание что это такое что не просто благочестие что это такое то есть энергию электричество энергию там энергетики я знаю благочестие что это такое такое умное длинное слово очень благочесть это вспомните все свои ситуации в жизни когда not ну блин ну нихера нифига я в общем не получается не идет и тут просто ни с того ни сего и получилось то есть от этой чудесной книжки это называется семена взошли то есть кармический менеджмент майкл ровч интересная книга благодарю жену внутри людей кто посоветовал жена мне купил ее еще пять лет назад или четыре четыре три четыре года назад я такая ладно чем книга да книга чё там все одно и то же переписывают на самом деле да интересно там написано в общем это называется зашли семена когда допустим вы хотите что-то там допустим переехать в дом загородно вы в городе живете вам надоело и вы думаете да блин это дом купить этом чтобы перевести это машина еще нужно это еще и деньги нужны а чем я там буду заниматься в городе это понятно куда-то не вышел дела какие-то какие-то дела вот а чем я там буду заниматься кому это нужен год дома тоже страшно типа подъезд это еще ладно все друг друга знают такое вот и потом думаешь начиная считать сколько денег на этом на машину тебе допустим нужно там ну плюс минус там 5 6 7 8 ну десяточка прям вообще нормальная зелени косарей тысяч ты дышишь в общем дом тоже где-то тысяч там 15 где-то 20 но в том месте где мы хотим он до около под двадцатку стоит плюс еще все эти моменты нюансы чтобы по документам еще было все четенько чтобы еще отметить как говорится чтобы не с пустыми руками приехать но в идеале да где-то полтинник 50 тысяч долларов это нужно и необходимо я бы сказал даже вот и ты такой думаешь да где такое возьму ты ты непонятно где там сейчас живут война там забанит youtube этот контент за это слово в общем спецоперация но всемирно все украинский ретрит вообще всемирная вот эта вся движуха но война как не скажи вот кризис откуда же столько денег как вот мне тоже резюме выставил поставил зарплату которую я хочу 3000 долларов ну меня интересует такая зарплата видимо смотрят думают ну блин фантазер какой-то не ну почему ну возможно да я как-то неправильно сделал я особо на это не рассчитываю но в любом случае пусть будет то же самое с людьми общаюсь вот достаточно но у себя хорошо чувствует практически все из моих знакомых завода три-четыре-пять тысяч долларов то есть и мне немножко как-то некомфортно что они зарабатывают то есть я им помогаю мы вместе общаемся у меня пока что не то чтобы хвастаться я для себя не могу так у меня но как нестабильно то есть то нету вот как тоже сейчас я дистанционный вот это интернет работы по поводу ну такое как бы до спокойствие для этого нужно я просто привык работы так что постоянно каждый день деньги там 1000 полторы две тысячи то есть грубо говоря 60 70 80 до 100 долларов каждый день не такое устраивало так чтобы спокойно сидеть как удар там допустим две-три недели клепать что-то а потом на четвертой неделе там все выхлоп пошел то есть да я раньше тоже так делал но потом она как-то немножко это такая но для крутых для терпеливых для равновешенных людей у меня такое было что в одном месте не спокойно было от этого я пошел что постоянно каждый день на выходе она так и получается то есть я вот знаю что вот моя энергия благочестия вот она мне позволяет зарабатывать порядка двух-трех тысяч но в среднем 200 тысяч долларов в месяц вот то есть неважно кем я пойду я буду воровать не дай бог допустим воровать там цветы на рынке перепродавать там центре города буду там магазинах воровать буду допустим продавать сигареты буду продавать книги по библии например буду детей учить правильному здоровому образу жизни буду мужчин учить здоровому образу жизни будут продавать допустим нефти или допустим буду строить дома буду всем бы чем бы я не занялся вот это по моему благочестие мне сумма положено я могу на нее повлиять как минус так и в плюс то есть как в минус можно повлиять да это если кому-то там не отдавать деньги кому-то должен вот я сейчас данный момент меня чуть-чуть тревожит что я другу с армии мы с ним определенные дела в армии делали я ему подсказал как это делать то есть ну я после армии пришел домой у меня было нормально по деньгам где-то под пять тысяч долларов точно у меня было я этому парню тоже помог как это сделать осуществить а потом сам впал такую ситуацию что у меня оказалось не было денег он самом деле так вот крутил деньгами да но когда ты крутишь она то есть то нету чтобы стабильно был результат необходимо до хорошие дела на постоянной основе делать а если ты мутишь крутишь что ты как бы сам сеешь такие семена что у тебя так вот вроде ты сегодня крутой там что угодно заказываешь кушать там дома сидишь там спокойно а потом бац у тебя тупо там вообще там 50 ну там два доллара короче лежит в кошельке коллекционных ты идешь их носить в этот пункт обмена валют такое было да такое и присутствует периодически моей жизни но я уже понял откуда это все происходит это все энергия благочестия то есть если вы до взяли деньги не отдали это не исчезло никуда то есть до земные дела даже если их забыли они в любом случае на тонком плане остаются навсегда то есть все что а тонкий план он потом проецируется на наши земные дела то есть тонкий план я объясню это вот духовный мир вот это вот то что мы не видим не осязаем мы живем на самом деле на духовном мире а вот физический мир от вот такая небольшая постройка вот как масоны рисуют треугольник этот глаз параноики думаю что это за ними следят каждый по своему думает кто-то вообще не думает об этом то есть я вам скажу что треугольник это физический мир. То есть, вот это все социум, все людское. А вот это все остальное, скрытая часть, как айсберг. 90%... То есть, кажется, что айсберг это вот верхушка и все. Нет. На самом деле, 90% скрыто под водой. То же самое, духовный мир он скрыт. Вот. И кажется, что, да, что ты мне там лапшаешь, там, лопушню какую-то на уши вешаешь, пойду пивка попью. То есть, ну, ладно, пейте. По барабану, по большому счету. Я, как бы, говорю для тех, кто услышит и, как бы, в первую очередь для себя, на самом-то деле. Вот. То есть, все дела, которые вы делаете в этом мире, они штамп, пятно оставляют. Вот штамп. То есть, кажется, что, да, ну, не увидели, что я кого-то обманул. Ну, там, ну, не увидишь, что кого-то там на 100 долларов, на 200, кому-то там втюхал какую-то шляпу, как говорится. Хотел бы другое слово сказать, да. За столом. В общем. И ты думаешь, что, ну, прошло, пролетело, а потом в твоей жизни наступает, на самом деле, расплата. Ну, это, на самом деле, у Бога нету времени. И так же, как у Вселенной. То есть, оно все бесконечно. Это у нас человеческий отрезок времени. Вот. Ну, да. Вселенная, Бог, ангелы, архангелы, карма, энергия благочестия может так сыграть, что вы два года так жили, три года жили, не тужили, крутили, мутили. А потом бац! И присели. В общем, денег у вас нету. Денег нет, зовут Олег. Вот. И вы такие, а делать уже ничего не можете. Вы просто привыкли паразитировать, обманывать людей. И тупо вы присели, как следует. Вот. Первое время вы думаете, да, сейчас все наладится, все будет хорошо. Пережидайте. Потом тревога начинает усиливаться. Нифига не налаживается. И вы думаете, что же делать? Вы начинаете думать, что порча, там, как это... Короче, порчу навели дум. Пороблено, вот, говорят. Мне так нравится это слово в Украине, в Киеве. Пороблено. Надо в бабки, короче, эти отмаливать. Ну, то есть, да, это как бы донорская энергия. То есть, вам дают энергию. Вы покупаете ее, энергию, но вы на этой энергию, как в баке бензина, какое-то время проедете, а потом опять встанете. Потому что вы не прошли уроки. И тому человеку, который вам тоже хорошо сделал, он тоже может получить, потому что он вам помешал пройти эти уроки. Но я верю, что Вселенная, она не наказывает, что она не такая, как бьет тебя за что-то. То есть, да, вы можете ехать вот это на подсосе, как говорится, там, к экстрасенсу зайти, там, к целителю, там, вам помогли, там, еще что-то. Но в любом случае вы достигнете такого момента, что если вы не проработаете эту ситуацию, что у вас опять будет такая ситуация в жизни. Да, вы потом опять найдете работу. Да, вы опять по той же модели будете людей обманывать, будете что-то недодавать, вот как вот обвешивать, всовывать фуфло вместо этого хорошего товара. Вот как некоторые люди действительно удивляются. Вот я работал с одной национальностью на юге, и они удивлялись, почему на рынке их обвешивают, и почему им фуфло суют, и пытаются обмануть. А на самом деле эти люди темой занимались. Они обвешивали, они засовывали фуфло, и они обсчитывали людей. То есть людям как-то обидно, когда типа к ним поступать так же, как они к кому-то. Я к кому-то, к Федору, к Ивану, к Джейсону, могу так поступать, потому что он лох в моих глазах. А кто-то ко мне поступать так не имеет права, потому что, блин, я же крутой. Нет, на самом деле эта энергия благочестия, она так и нарабатывается. В минусе она так и прорабатывается, и выражается, и вообще звучит в этой жизни. Как же исправить эту ситуацию, выйти из этого положения и начать жить той жизнью, допустим, в загородном доме, или вы хотите найти работу мечты. Вот, допустим, я почему рекомендую вам писать утренние страницы. Вы там можете быть честным, вы можете писать там, дорогие там, ну, все кто угодно, там, Джейсон Стетхен, там, ну, Дженнифер Лопес, там, кого угодно, там, пишите, кто ваш там этот, ну, кому вы хотите обратиться. Но я предпочитаю обращаться с высшими силами. Я пишу то, что я бы вот хотел, ну, трудиться на благо людям, на благо себе, на благо всему свету, всесвиту. Три-четыре дня в неделю. Вот, три с половиной дня в неделю для меня вообще классно работать. Остальное время я бы хотел, да, посвящать семье, отдыху, своему развитию, вот, и в более таком темпе, ритме, который меня устраивает и зарабатывает достойные деньги, которые нужны, в первую очередь, для меня, для обеспечения моей семьи. Вот, даже я бы сказал, у меня семья больше на первом месте. Ну, я не знаю, правильно это или неправильно, но я просто такой человек, что мне важно, чтобы семья всего была. Вот, открыл, и там все было, чтобы было, вот, как говорится. Открыл и классно. Открыл холодильник, классно есть. Открыл загашник, кладовочку есть, вообще классно. Уже тепло на груди. Открыл коробочку с деньгами, они там лежат. Вах, вообще класс. Просто пошел там спокойно медитировать. Вот, то есть, я вот это выписываю, пишу, то есть, я предельно честен в этот момент с листами. то есть, как я могу это получить, если я понимаю, что сейчас это, как бы, кажется чем-то невозможным. Все легко и просто, на самом деле. Вы можете это получить, если вы поможете какому-то человеку, допустим, получить то, что он хочет. Вот, допустим, в вашем случае, это вот, это не манипуляция ни в коем случае. хотя звучит как манипуляция, потому что мы все привыкли, что мы выходим из дома и нас все хотят поиметь, нас хотят отжучить. Ну, значит, мы так тоже живем, на самом деле. Не надо думать, что типа я белый, а вокруг все, ну, обосрались. На самом деле, это все дуальность проделки ума. Мы все едины. То есть, если вокруг все вас обманывают, по большому счету, вы тоже тот еще обманщик, который еще и сам себя обманывает и доказывает, что нет, это они плохие, я-то хороший. Я помогаю людям. Допустим, из чего последнего я помог, вот, ну, я бабушкам помогаю обязательно, женщинам помогаю, кто тяжелые сумки вот эти носит, новичкам, когда на работу приходят, обязательно рассказываю, показываю, как оно что. То есть, я как сержант такой в армии, да, мне за это не платят, но меня как-то тянет это. Там, людям подсказываю, кто-то сбился с маршрута, там, таксисты, водители, там, не местные, даже местные, то есть, это не значит, что ты не местный, значит и Вася. В своем городе тоже можно заблудиться, не знать, где как проехать, где там можно через город, где нельзя через двор, можно, не можно. Вот, то есть, подсказываю действительно, вот, сколько времени элементарное, там, если мне даже больше сдачи дадут в магазине, я обязательно обратно дам. Раньше, да, я радовался, типа, ага, класс, нет, нифига не класс, я это отдам. Я, допустим, если как-то все сложится, так как я не ожидал, я приму это с благодарностью, во-первых, это принятие будет для меня, это благодарность, то, что все оно так происходит, как нужно, то есть, я тем самым и практикую, то есть, это не только медитация сидеть дома, там, это, дышать, или в каком-то зоне комфорта, там, в позе лотоса, нет, вот вышли из дома, та же медитация, та же духовная практика, вот она, то есть, оно ничем не отделяется, то есть, когда вы что-то начинаете отделять, это уже проделки ума идут, ума очень хитрый товарищ, рекомендую посмотреть фильм «Револьвер», очень много поймете, если вдумчиво посмотрите, потом, если поймете, посмотрите «Матрицу», как пищевое поведение, как в собственной установке влияют, в общем, обалденный фильм, вот, и про благочестие, то есть, да, парень, у него был день рождения, у них группа, они там, ну, тоже, понятно, вещают, рассказывают людям, и там был такой посыл, то, что, да, человек один рождение, вообще, когда человек один рождение, это 12 дней, или 13, около двух недель, грубо говоря, 12 дней, да, соляр начинается, это за два дня до день рождения, вот, по-моему, да, за два дня до день рождения, день рождения и 12 дней, то есть, вот этот двухнедельный период, это в этот момент соляр нарабатывается у человека, кто знает, поставьте лайк, кто не знает, но напишите комментарий внизу, я вам отвечу, то есть, у человека нарабатывается, он открыт, все вот то, что вот в мире происходит, он впитывает, и все, что он наработал, оно выходит, то есть, буквально, моментально происходит, вот, как фильм «Секрет», визуализация и материализация, то есть, материализируется все, о чем он думает, все, о чем он думал, то есть, и, то есть, соответственно, если ты этому человеку помогаешь, то на тонком уровне, на тонком плане, вот эти все кармические эффекты, кармические эффекты, эффект бумеранга, энергия благочестия, она, ты даешь ему добро, это добро произрастает, и потом возвращается через него, опять же, к тебе, либо через других людей, то есть, я помог человеку, да, я сделал репосты, там, где можно, там, где не можно, в общем, человеку пришло, 100 человек группам, не только от меня, это ни в коем разе не от меня все произошло, но я был к этому причастен, то же самое, вот как вы можете, допустим, мне помочь, также можете отправить репосты, на человеку, который живет, в общем, хитрит, обманывает сам по себе, а другим не показывает это, и действительно все думают, блин, он нормальный человек, но не получается, ну что, действительно пробленно, там, необходимо к гадалке идти, вот, а вы отправьте ему, пусть он по чесноку посидит, признается к себе сам, выпишет на листике все свои косички, и начнет с ними работать, то есть, вы тем самым, вы и мне сделаете хорошо, вы и тому человеку сделаете хорошо, и себе сделаете хорошо, это я вот, вот это мне еще, почему в продажах не нравилось, кто первый стал, то вы этапки, есть победитель, есть проигравший, такой вот, это чисто какое-то дуальное, вообще, выражение, третьего измерения, потому что, на самом деле, если один проигрывает, то все проигрывают, если вы одному делаете хорошо, то всем хорошо, автоматически, я вот за такое больше сейчас начал топить, и начал это видеть в своей жизни, то есть, вы сделаете мне хорошо репостом, напишите коммент, алгоритм ютуба продвинется, скрывать не собираюсь, да, мне нравится, когда просмотры есть, мне еще больше нравится, когда люди пишут обратную реакцию, то, что им это зашло, они поняли, что я выговорил, проявил в жизнь то, о чем они думали, то есть, по большому счету, вот эти все мои видео, это то, о чем я думал, о чем я думал, вот сегодня я подметал дома, у меня, можно сказать, такой ретрит мини, вот, благодаря моим хитрым действиям, у меня, да, сейчас перепады в работе, но я вот эту всю тревогу, тревожность направляю в дело, я бегаю, стою, рано молюсь, медитирую, убираюсь дома, подметаю, у меня, он стоп, сидит во время взлетают, не можем упрощаться,